Евро-2016 это больше чем футбол, поэтому в Париже постарались как следует подготовиться к матчу между сборными Турции и Хорватии. Прибывшие из Турции группы поддержки и болельщики ходили с национальными флагами, пели песни и готовились праздновать победу. Хорваты, судя по всему, надеялись на то же самое. В то же время парижской полиции не до футбола. Вчерашний матч между Россией и Англией заставил столичную префектуру принять меры по усилению безопасности и контроля на воскресной игре. Так уже известно, что численность стражей правопорядка увеличена на полторы тысячи. Повышенное внимание уделяется районам у стадиона Парк-де-Пранц, где проходит встреча, а также тщательному контролю болельщиков. Мы никогда не можем быть полностью в безопасности, но очень важно все же принять меры, обеспечить нам защиту. Фан-зона, наверное, самое безопасное место, оттуда можно смотреть за игрой, говорит этот шотландец. Там достаточно безопасно. Я видел, что всех тщательно проверяют перед входом. К тому же цена на пиво очень даже неплохая в фан-зоне. В субботу во время и до матча в Марселе пострадали 35 человек. Четверо находятся в критическом состоянии. УЕФА открыл дисциплинарное слушание в отношении Российского футбольного союза. Болельщикам сборной России вменяют вину беспорядки, российское поведение, использование пиротехники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова